приветик девочки сегодня для вас я записываю вторую часть видео о покупках и это видео будет посвящено покупкам одежды и кое-что еще я вам расскажу если вы любите такие видео то оставайтесь со мной итак первое про что я хочу вам рассказать это вот про такой вот свитер это фирма aero и хочу сказать что на видео цвета более насыщенными будут получаться чем в реальной жизни он не такой малиновый как выходит на видео он более розового цвета есть такой капюшончик и как видите тут замочек в общем классный свитер мне кажется что такой цвет мне к лицу я буду думаю что одевать его часто от таких цветов у меня поднимается настроение знаете не всегда нужно одевать какие-то более приземленные цвета осенью иногда хочется что-то яркое следующая покупка это вот такой вот велюровый топ если честно фирму сейчас не вспомню она неизвестна я купила в tg max тоже капюшончик присутствует меня что-то в этом году на капюшончики тянет на замочки и тут есть буковки с камушками в общем такой приятный мягкий топ я думаю что буду часто одевать с джинсами куда-то заниматься вряд ли в нем буду следующая покупка это кофточка от фирмы лофт ничего такого сверх естественного но мне понравилось чтобы тут пуговицы вот так вот выглядят в общем наискосок необычно да никак посередине и опять же этот цвет более насыщенный выглядит на камере он более приглушенный в реальной жизни но мне кажется что мне такой цвет к лицу и буду с удовольствием носить эту кофточку этой осенью следующая покупка это вот такая вот кофточка от white house black market я ее купила так как как увидела так влюбилась не потому что она такая классическая да я думаю что отлично будет сочетаться с какими-то брюками или же классическими джинсами в общем как увидела так решила купить и для осени возможно нас сильно легкая хотя сейчас уже конец сентября и не знаю я ее все равно могу одевать потому что у нас тепло вы ее могли видеть в моем предыдущем видео покупках но хотя бы какую-то ее часть в общем красивая мне очень нравится также если купила вот такую вот юбку зашла в банан и репаблик и если честно я хотела себе купить джинсы но муж мне сказал что у меня уже столько брюк разных что пора переходить на юбки юбок у меня действительно не очень много и я для повседневной жизни я предпочитаю все-таки брюки но знаете сходить в ресторан или на кастинг и когда нужно выглядеть более так элегантно и так далее то нужна юбка все-таки и вот это вот купила подумала что она мне подойдет я не люблю длинные юбки она такая короткая как вы можете видеть в общем думаю что буду одевать ее и еще если я купила вот такую вот юбку тоже в банан и репаблик не могла определиться между предыдущей вот этой и решила взять две потому что это мне тоже очень нравится она такая подходит для casual style думаю для повседневной жизни тоже может подойти ну конечно смотря с чем одевать но решила купить думаю что буду носить она тоже не очень длинная до колена даже остается наверно 5 сантиметров до колена следующая моя покупка это вот такая вот сумка на invest фирма и вы знаете я сначала думала купить какую-то коричневую что ли ну потому что все время покупают темные черные сумки на осень но все-таки не знаю решила опять черную взять потому что она почти ко всему подходит и такая классическая простая я что-то в последнее время не очень люблю разные навороты на сумках так вот выглядит сзади и и когда я покупала предыдущую сумку там вот это вот было тоже я не могла определиться если честно между предыдущей этой потому что все-таки мне как бы нравится что тут вот эти вот замочки есть это тоже фирма на инвест и я решила взять эту тоже потому что думаю ну может это на смену будет если вдруг а то будет сильно строгой для какого-то наряда я не знаю тоже вот такая вот простая сзади в общем не могла определиться решила вторую купить скажите какая вам больше нравится предыдущий или вот это вот тоже черная на черный цвет меня тянет кстати черный цвет мой любимый теперь переходим к теме обуви я вот такие вот ботиночки себе купила это фирма без с этой стороны вот так вот выглядит такой вот каблук что-то мне в последнее время нравится если честно я люблю обувь на высоком каблуке но в этот раз решила взять средний потому что уже много есть обуви на высоком каблуке и думаю хватит нужно что-то другое они простые ничего особенного но тут кстати в сша модели обуви не такие навороченные как в россии у нас есть такие вот следующая покупка этого такие вот сапоги и это тоже фирма без они не навороченные тоже такие обычные самые на плоской подошве я решила в этом году взять на плоской подошве обычно я покупаю сапоги на осень хотя бы на среднем каблуке но решила взять удобный пусть будут удобный думаю хватит уже от каблуков и мне кажется в них будет очень удобно много ходить пешком если нужно будет и я в последнее время если куда-то выбираюсь с мужем то все время наворачиваю километры если можно так сказать в общем черного цвета опять же не знаю я думаю что со скинни джинс будут выглядеть очень даже неплохо следующими моими покупками были вот такие два чехла для телефона один такой гламурный а другой более такой для поднятия настроения если честно я подумала что да он как бы смотрится таким подростковым да но я купила ради того что когда плохое настроение его одеваешь и сразу улыбка на лице появляется а этот такой мне очень нравится такой девчачий с камушками прикольный так как я решила что буду практиковаться и продолжать делать различные прически на манекене то я купила вот такие вот две заколки и думаю что они мне подойдут для какой-то прически еще вот таких два желтых цветка купила не знаю мне они так понравились мне нравятся в последнее время такие яркие цвета позитивные и вот этот вот цветок тоже очень очень красивый мне показался не знаю такой эффектный перышки присутствуют в общем классный и последний цветок который я купила он мне показался оригинальным да он такой подростковый я бы сказала возможно даже детский но если буду делать какую-то детскую прическу возможно его использую на этом все надеюсь что я ничего не забыла вам показать обязательно напишите понравилось ли вам это видео мне будет интересно почитать ваши комментарии мнение и так далее и как всегда я всем желаю удачи и обещаю что мы скоро увидимся пока